Здравствуйте! Сегодня с вами решаем вариант 50-21 ЕНТшный, не помню какого года, но это не важно, самая главная практика. Поехали! Материальная точка является самолет, движущийся по взлетной полосе. Она не является у нас материальной точкой. Почему? Самолет очень огромный, взлетная полоса не такая огромная. Музыкант, играющий на гитаре, пальцы у него что получатся у гитары, там расстояние вообще маленькое. Гимнаст, выполняющий на брусьях что-то делает, тоже не подходит. Программистер обручный компьютер не подходит. А вот автобус движется с одного города в другой город, о, расстояние там огромное, значит что? Будет ответ Е. На таком большом расстоянии автобус становится очень маленьким. Если взглянуть, допустим, с космоса. Даже его не видно, наверное. Значит, что? Можно назвать его материальной точкой. Для тела, движущегося прямо линейно и равномерно, справедливо утверждение какое? Если движется равномерно, это у нас первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона. И что же там говорится? Сумма всех сил равно нулю. Тело у нас или покоится, или движется с постоянной скоростью, не меняя ее. Есть такое у нас? Такс, равнодействующая всех сил, приложенная к телу, равна нулю. Опа, есть. Ответ будет Е, да? Ответ будет Е. Следующий, третий вопрос. Масса первого тела в два раза больше массы второго. Отношение к генетической энергии, если скорости тела одинаковые. Ну и все, подставляем. Вот, смотрите, вместо первого это у нас М. А, масса первого в два раза больше, значит 2М. 2 квадрата поделить на 2. У второго все то же самое. МВ квадрат поделить на 2. Такс, сорян, сорян. Такс, без звука. Все готово. И сокращаем, сокращаем, ответ будет 2. Такс, ответ будет 2. Следующий вопрос. На рисунке приведем график изопроцесса. Изопроцесс. Уравнение данного процесса какое? Если бы было вот так вот, это было бы у нас изобара. Если бы было вот так вот, это было бы у нас изохора. А сейчас у нас вообще по-другому. Это называется изотерме. Изотерме значит что? По идее у нас формула вот такая вот была. ПВ поделить на Т. Равно константа. Вот это у нас изопроцессы. А какой именно у нас сейчас процесс? Изотермический. Значит, температуру отсюда убираешь. И остается то, что нам нужно. ПВ равно константа. Ответ будет ЦИ. Пятая задача. Такс, у нас есть вода. Уже готовая превращаться в пар. И спрашивается, сколько ей энергии нужно. Ну и все. Если она уже готовая, значит ее нагревать не надо. Осталось только ее превратить. М умножить на Р. Ну и все. Масса сколько? 0,2 умножаю на 2,3 на 10 в шестой степени. А это у нас будет сколько? 0,46 на 10 в шестой. А это у нас 4,6 на 10 в пятой. Ответ у меня будет A. Такс. Продолжите. Шестой вопрос. В состав ядра входит что? В состав ядра входит у нас протон и нейтрон A. Вокруг ядра движутся электроны. Электроны, альфа-чисмидзолы. Нет, не подходит ничего. Следующий вопрос. Кто может ответить на седьмой вопрос? В электромагнитной волне векторы напряженности электрического поля, индукции магнитного поля расположены между ними. Какой угол у них? 90. О, 90 кто-то сказал, да? Правильно. Мы как-то это на уровне нарисовали. Если это у меня E, то это у меня B. Вот так вот B. Между ними угол тут 90 градусов. Ответ будет D. Блин, опять не успел. Sorry, sorry. Хорошо. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Есть у меня заряд. Есть у меня C. Спрашивается энергия. Энергия равно Q квадрат поделить на 2C. Q у нас 4 в квадрате 16. Микро в квадрате, это значит 10 минус 12 поделить на 2, умножить на 10 минус 6 степени микро. Микро и микро сокращаются минус 6. 16 поделить на 2 будет 8 на 10 минус 6 степени. Такого ответа я не вижу. Но можно сделать так. Такс, такс, такс. Как можно сделать? Чтобы было нано. Нано это 10 минус 3 степени. Такс, правильно все сделали? А там же по идее 10 микрофарад. То есть это 10 минус 5, а не минус 6. А, правильно. Низу же 10 через W. Вот десятка стоит. Супер. А если десятка снизу еще будет стоять, значит 0,8 на 10 минус 6. А, вот теперь получится. Теперь, чтобы к ответу примерно что-то там замутить, умножаю на 1000 и делю на 1000. Значит, если когда умножаю на 1000, будет у меня 800. Хорошо, вот 800 есть, 8800 есть. А вот вторая 1000, которая снизу стоит, она наверх идет как минус 3. Значит, минус 3 и минус 6 будет минус 9. А это у меня нано-джоли. Причина образования тени от дерева в яркий солнечный день – это у меня прямолинейное распространение света. Ответ будет B. Десятый пример. Такс, здесь десятый пример. Вольт-амперную характеристику металла при R равно константа. Такс, U равно I умножить на R. Но если это у меня не меняется, а я знаю, что U и I, они пропорциональны прямо. Такс, вот это как раз-таки прямо, вот смотрите, увеличивается, 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 увеличивается. Прямо пропорционально. Ответ будет пятый, C. Следующий вопрос. Одиннадцатый. Инерциальная машинка движется по площадке размером 3 и 4 и пересекает, ее пересекает за одну шестую минуты по диагонали. Значит, 3 на 4, вот так вот, и диагональ у нее, значит, вот так вот, 5. Про 5 же да будет? 3, 4, 5. Да. И погоже. Получается, 5 метров проходит, спрашивается ее скорость. Вы равно? Вы равно? 0. Такс, значит, 5 метров он проходит по диагонали. 5. Делю на сколько секунд? 1 шестая минута умножаю на 6, на 60, чтобы найти его секунду. А это у меня 10 секунд. Значит, делю на 10. Ответ будет 0,5 метров в секунду. А это у меня как раз-таки ответ будет D. Такс, следующий, 12-й. Если механическое напряжение в металлической проволоке палочки диаметром 1,5 миллиметра равно 400 мегапаскалей, то вдоль ее оси действует сила равная какая? Сигма равна? Сигма равна. F поделить на S. Я ищу симму, значит, наоборот, сигму умножаю на S. Сигма – это как раз-таки мое давление. 400 на 10 в шестой степени. S – моя площадь. Диаметр есть у меня, значит, площадь сечения, значит, скорее всего, там окружность. πr квадрат π. Если диаметр 1,5, значит, радиус у нас сколько будет? В два раза меньше. 0,75, да? 0,75 – это 3 четвертых. 3 в квадрате – 9. 4 в квадрате – 16. Миллиметр в квадрате – это, значит, 10 минус шестая. Минус 6 плюс 6 сократили. Четвертых и 16 сокращают будет сколько? 4. 9 поделить на 4 – это 2,25. Так, и еще два нуля, значит, 225 умножаем на 3,14. А это, значит, около 700. Есть такой ответ? Около 700. Есть 770. Кажется, ответ будет B. Следующая задача – 13. Если линейное увеличение линзы – это G, на котором находится изображение E, это маленькая F, то найдите расстояние до предмета, это D. Ну и все, G равно F поделить на D, значит, D равно F 0,45 делим на 1,5. А это у нас 0,3 метра. Так, 0,3 метра – это 30 сантиметров. Следующий – 14. Так, с 14. Изотоп протахтиния подвергается 1 альфу и 1 бета-распаду. Значит, альфа-распад по 231, по 91. С него получается Келли – это альфа-4,2 и 1 бета-распад, минус 1,0. Плюс какой-то элемент образуется X, сверху A, снизу Z. Ну, значит, 231 минус 4 будет 227. Опа, нашел. Вот два ответа. И снизу будет что? 91 минус 1. Это будет 90. Опа, значит, ответ будет E. Правильно? Кажется, E будет. Потому что 90 плюс 1 будет 91. Да, правильно. Следующий вопрос. На рисунке приведена схема электрической цепи для измерения напряжения на резисторе R2. Вот здесь напряжение нужно найти. Значит, мы включаем вольтметры в какие точки. Можем включить в точки А, Г и в точку А, В. И там, и там мы найдем что? Напряжение на резисторе R2. Значит, ответ будет А, Г и А, В. Ответ С. И туда, и туда можно подсоединить. А на Г, В нельзя подсоединить, потому что там нет резистора. Мальчик массой 40 кг на легком скейтборде скатывается по горке, оттолкнувшись в точке B, что приобрел начальную скорость 4 метра в секунду. Вот здесь вот его скорость 4 метра в секунду. Потом в точке С скорость у него равна 8 метров в секунду. Спрашивается, сила трения какая? Вот недавно вот проходили, как же на прошлом уроке. Работа равна чему? Изменение его энергии. Ну и все, мы ищем работу. Энергия – это, значит, конечный минус начальный. В конце есть, что было у него в начале? Отдельно распишем. В начале что у него было? Была у него высота и скорость. Значит, было и то, и другое. Значит, mv квадрат поделить на 2 плюс mgh. Конечно, тут наливая, тут тоже наливая начально. Потом смотрим, есть высота, есть скорость, и то, и другое. Значит, еще раз mgh плюс mv квадрат поделить на 2. И все, подставляем. Масса сколько? 40 умножаю на 10, умножаю на конечную. Конечная 3. Плюс масса 40 умножаю на v. В конце скорости у него 64 и делю на 2. Минус ставлю, минус между ними, минус стоит. Тут скобка стоит, скорее всего, да. И отнимаем, что будет? Масса у него 40 умножаю на начальную скорость в квадрате. Так, с 4 квадрата 16 делю на 2. И умножаю на 40, прибавляю 40, умножаю на 10, умножаю на начальную скорость, а высота 8. Так, что делаем? 64 поделить на 2 будет 32. Поехали, умножаем. Тут сколько будет? 400 умножить на 3200. Плюс 32 умножить на 4, 128, значит, 1280. Да, кажется. Минус. Сокращаем 8. Тут будет 320. Тут будет 320. А тут сколько получится? Так, 400 умножить на 8 будет 320. А нет, 3200. Их складываем будет 3520. Значит, минус 3520. И что получится? Их сумма, значит, 2480 минус 3520. И, значит, разница минус 1040. Ответ будет E. Вопросы есть? Следующая задача. Следующая задача. 17. Тело, брошенное вертикально весом скоростью v, через некоторое время упало на землю. Зависимость проекции скорости на о, у от времени для этого движения соответствует графику кой. Тут нет никакого модуля про модуль, ничего не говорится. Мы бросаем тело вверх. Если это взять за положительное, за положительное, вот смотрите, движемся вверх, 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 потом начинаем падать вниз. Когда вот падаем вниз, уже скорость у него будет какая? Относительно его вот начального расположения. Скорость будет у него отрицательной. Вначале у него положительная, потом отрицательная. Ну, значит, скорость потихоньку у него что делает, когда вверх летит? Уменьшается, уменьшается, уменьшается. Когда она сам поднимается, у него скорость равна нулю. А дальше опускается вниз. Значит, скорость идет куда? В минусовую сторону. Это минус, а это плюс. Ответ будет тройка. Ответ будет E. Восемнадцатая задача. Один моль идеально одного атомного газа находится в цилиндре под легким закрепленным поршнем. Вот эту задачу мы точно решали. Значит, Q равно дельта У плюс А. Под легким закрепленным поршнем, значит, что у него? Объем не меняется. Значит, работы у него нет. Спрашивается, сколько теплоты мы ему дали. Значит, как это можно найти? Можно его найти через внутреннюю энергию. Говорится, одноатомный газ. Значит, 3 делить на 2. Умножаем на ν. ν у меня 1. r у меня r. Температура на сколько меняется? Было Т1, а стало 3Т1. Значит, друг от друга отнимаю. На сколько изменилось? На 2Т1. Двойку, двойку сократил. Ответ будет 3RT1. Есть такой ответ? Есть. Ответ будет E. Следующая задача, девятнадцатая. Частота колебания заряда в идеально колебательном контуре равна 10 МГц. В начале колебания заряда с конденсатора был максимальным. Значит, что это говорит, что максимальным было в начале? Это говорится, что он начинается с косинуса. Потому что косинус 0 равен чему? Значит, формула или наше уравнение будет таким. Q равно Q максимум, косинус умноженное на скобку, напишем омега умножить на Т. Дальше говорится, мы ищем, чтобы его заряд стал половине максимального заряда равен. Значит, Q должно быть Q максимум поделить на 2. Q максимум умножая на косинус, фи. Вот это все как фи запишу. Q максимум, Q максимум сокращу и у вас прошу. Когда у меня угол у косинуса будет равен чему-то, чтобы это значение было одно и второе? Это сколько градусов? Это градусы? Пи на 3. 60 градусов, да, правильно? Пи делить на 3, это у нас 60 градусов. Значит, пи на 3 и пи на 3 я приравниваю к чему? К внутреннему значению. А это у меня что? Омега – это у меня 2 пи поделить на период. Или умноженное на частоту. Частота же у меня же есть в вопросе. Сколько у меня будет частота? 10 в седьмой степени частота. И умножаю на время t. Пи сокращается. Чтобы найти время t, это я перекидываю вниз. Что получается? 1 поделить 2 умножить на 3. Это 6. Значит, 1 поделить на 6 – это 0 целых. 167. 10 в седьмой, наверное, поднимается как 10 минус седьмая. Есть такой ответ? Есть 1 целых 67 на 10 минус в восьмой степени. 20 задача. Если потом с энергией 5 электронных вольт попадает на зеркальную поверхность, перпендикулярной, и полностью отражается. Опа, это мы только что проходили. Если говорили про импульс, и про… Вот как только что вырезалось у нас как раз. И вот вырезается, смотрите, в эту сторону идет и обратно возвращается. Значит, изменение импульса равно чему? Ну, конечный минус начальный. Конечный минус начальный. Но нужно учитывать, что их направление. Значит, вначале, если возьмем за положительный, это у меня будет отрицательный. Значит, что мы делаем? Минус… Или давайте наоборот возьмем. Или наоборот возьмем. Так, если начальный возьмем мы за отрицательный, а конечный возьмем за положительный. Конечный, значит, берем за положительный, А начальные взяли мы за отрицательность, значит, минус P0 пишем. Значит, в конце будет что? P плюс P0. Но они между собой одинаковые. Такс, 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 такс. Хорошо, будет сколько? 2P, грубо говоря. 2P. Ну и все, поехали. Попробуем сначала найти импульс одного. Как найти импульс? Импульс – это у меня энергия, поделенная на С. Энергия у меня 5 электронов вольт. Чтобы найти в джоллях, умножаю на 10, минус 19, умножаю на 1,6, делю на 3, на 10 восьмую степень. Сокращаю, будет 0,53. И еще сокращаю, будет, поднимается наверх, как минус 8 степень, минус 27. 5 умножить на 0,53 будет 22,65. На 10, минус 27 степень. А у меня импульс в два раза больше должен быть, чем его начальный или конечный. Значит, еще умножая на 2, получится, грубо говоря, 5,33 на 10, минус 27. Ответ будет у меня E. Ответ будет у меня E в два раза больше. Следующий вопрос, 21. Опа. Этот вопрос тоже, кажется, у нас был. Если в одну сторону тянут, у них угол какой? 0. Значит, работа какая совершается? Косинус 0 равен 1. Тут у нас в разные стороны. Во втором. Косинус 180 у нас отрицательный, минус 1. Значит, тут у нас отрицательная работа. Спрашивается работа, где совершается у нас отрицательная. Супер. Во втором 90 градусов. Косинус 90, 0. Значит, тут вообще работа не совершается. Тут у меня меньше, чем 90. Значит, тут положительная совершается. Тут тоже положительная. Тут у меня отрицательная. Тут у меня положительная. Тут у меня в разные стороны смотрят. Тут больше, чем 90. Тут у меня отрицательная. И тут 0. Значит, отрицательным будет 2, 5, 7. 2, 5, 7. Почему? Потому что косинус между 90 и 180, он у нас отрицательный идет. прыгун в воду массы 80 килограмм способен оттолкнуться от края бассейна силой 240 ньютон при таком толчке за 0,1 секунду он приобретает скорость какую как раз таки формула какая только что мы решали такую формулу формула импульса вот так вот ну и все подставляем 2400 умножаем на 0,1 сразу сокращаем масса у меня 80 умножаем на изменение скорости ну и все значит скорость него может быть равна 3 метрам секунды 3 метра в секунду это значит 300 сантиметров в секунду ответ будет c и h следующий вопрос 23 сила с которой притягивает друг другу два шарика масса и вот такой вот на расстоянии таком формула всемирность тяготения g m1 m2 поделить на расстояние между ними в квадрате 6,67 10 минус 11 умножая на 0,2 2 шарика и еще 0,2 делю на r в квадрате r в квадрате у нас 1 метр в квадрате хорошо а это у нас будет сколько 0,04 6,67 умножить на 4 по идее вот на ответ можно посмотреть сказать сколько будет ну скорее всего 27 будет значит 27 но еще у меня есть две запятые значит чтобы 27 было 0,27 на 10 минус 11 степени есть такой ответ 0,27 на 10 11 есть оказывается вот он стоит значит отвечая ответ будет е и еще если на одну подвинуть вверх будет 10 минус 12 степени есть такой ответ 2,7 2,7 такого нету а если как взять как 27 будет минус 13 есть такой вопрос как 26 а есть оказывается как раз таки d 2 степени вверх закинули хорошо следующий вопрос при изохорном если изохорный значит объем у него не меняется и соответственно работа равна нулю q равно дельта у это уже нам нужно можно и не писать почему вопросе говорится найдите его работу работа равна нулю если объем не меняется прибор для измерения влажности это у нас психрометр и спидометр амберметр динаметр значит гигрометр так максимальное значение кпд плюс 273 будет сколько 500 плюс 273 будет 300 и подставляем под форму 500 минус 300 нагреватель минус охладитель поделить на нагревать и умножаем на сто процентов проценты проценты сократили 200 поделить на 5 будет 40 процентов а это 0 4 коэффициент ответ будет f и h 27 вопрос так есть у меня есть у меня емкость конденсатора c есть у меня индуктивность l есть у меня максимальное напряжение максим спрашивается сила тока максимальная какая максимум ну и все подставляем под форму где энергии у нас приравнивается цепку максимум в квадрате поделить на 2 равно l и максимум говорить поделить на 2 2 2 можно сократить я ищу а и максимум в квадрате а я максимум в квадрате равно c поделить на l и еще там есть у максимум в квадрате поехали значит что или сразу под корень давайте под корень под корень это вот так вот убираем значит у максимум из-под корня выходит в квадрате потому что стоит просто как 500 тут запишем как c 100 1600 пика это значит 10 минус 12 делим насколько нам на l это у нас 10 минус вторая степень да потому что десятка умножается на 10 минус 3 сократили будет минус сколько будет минус 10 еще двоих двойки за крайнем будет минус 8 все записано значит 500 умножаем на 16 выходит как 4 есть минус 8 выходит как 10 минус 4 это у меня умножаем будет 2000 2000 умножаем на 10 минус 4 это будет такс но и целых такс если на 1000 по деле будет 2 ночной целого 2 ампера правильно нет ответ е и ответ а согласно нет 28 задача если за 0 2 секунды через правильник проводник сечением таким проходит вот столько вот электронов плотность только такая плотность только типа джей а это сила тока поделенная на площадь сила тока находится как если если у меня что если есть количество электронов электронные саму сами заряд и время форма была дельта q поделить на дельта т а дельта q это у нас н умножить на е ну и все значит н е поделить на дельта т и снизу еще с есть она у меня 6 на 10 18 и 1 и 6 на 10 минус 19 сразу можно сократить тут минус 1 остается снизу дельта т 0 2 секунды и с у меня 2,4 на 10 минус 10 минус 3 в квадрате 10 минус 6 7 поехали что нибудь сократим тут 16 поделить на 286 поделить на 2 и 4 или 24 поделить на 6 будет но и целых но и целых три десятых правильно они 4 десятых теперь 80 поделить на 4 это у нас 20 наверно это перекидывается прежде перед ним давайте сократим с этим с этим будет минус 5 наверх перекидываться как 10 пятой степени а поиск ответ 2 на 10 6 степени есть ответ будет у меня h и ответ будет у меня еще и и больше ответа я не вижу двадцать девятая задача о поток что мы рековорили что вот смотрите у меня давно вот такое вот значение найдите такое же значение через и только что говорили производная откуда и и мы производным берем значит косинус меняется на минус синус на минусе он значит не плюс синус не плюс синус не плюс синус на не плюс синус не принесет значит ответ b d и h один из них и говорили что выходит омега вперед вот это его омега 500 и падает вперед значит умножается на это значит так значит что будет давайте сюда запишем и равно 2 умножить на 500 это будет 1000 умножить на 10 минус 7 минус поставил потому что меняется на синус 500 пи умножить на ты а это у меня какой из них а я еще бы купить за вот пиздку сюда добавляем потому что выходит 500 пи не сама 500 выходит так соответ будет б правильно 10 минус 4 с минусом пи и синус 500 пи да остальные ответы у нас не подходят да не подходят и последняя 30 задача рубиновый лазер излучает вот столько вот импульса началось только вот штук фотонов буква n длина волны такая лямбда спрашивается за вот такое вот время ее мощность какая а чп равно энергия или работа поделена на время энергию как находим н аж не у поделить на т но у меня нету чистоты значит н аж c поделить на лямбду и снизу еще то есть но и все подставляем н насколько 3 5 на 10 19 6 и 6 на 10 минус 34 умножаем на 3 на 10 8 степенью делю на время 10 минус 6 и умножаем на лямбду 6 и 6 на 10 минус 7 со степенями складываю будет минус 13 минус 13 если отсюда убрать будет минус 21 это с этим сократить будет минус 2 это с восьмерка сокращать будет шестерка 6 и 6 сократил 3 умножить на три с половиной будет 10 целых пять десятых на десять шестой степени есть только ответ есть ответ у меня будет f ответ будет у меня е спасибо что были сегодня с нами до скорых встреч и ко время эфира вы чуть-чуть подождите